уважаемые друзья гости нашего вебинара сегодня добро пожаловать у нас конечно идет жара тут на самом деле техники меня очень радует сдают одну задачу другой мы конечно немножко там запаздываем за счет того что два месяца назад у нас был достаточно сложный переход на новую технологию и мы практически месяц потеряли сейчас их судорожно нагоняем вот но все работают все мотивированы все круто на самом деле у нас эти наступает такое состояние такое такое время когда блинцу крупа вот мы старались бежали работали и вот мы вот все сделали знаете когда ты строишь дом два года четыре годы потому последние кирпичики докладывать что тебе не верится что это стена стоит это крыто держит эти двери открываются закрываются и вот примерно у нас такое же состояние сейчас происходит компания на самом деле техники уже сказали алекс давай это самым скоро делать нечего это ребята то вас работаешь на 5 лет вперед не это самое не не расслабляться значит о чем я хочу сегодня с вами поговорить на самом деле это очень важный пункт и я сегодня постараюсь многое объяснить потому что мне кажется что нам с вами нужно некоторые вещи то что поставить точки над и а мне кажется мы немножко не понимаем в каком в каком вообще мы в каком бизнесе мы находимся в каком мире мы живем и что вообще происходит сейчас потому что из нашего платин коин которого мы который мы запустили мы про из праве провели прошли столько уже трансформаций и на самом деле нужно немножко сами запутались да кто мы есть куда мы идем что мы делаем я это вижу по нашим по нашим наши комьюнити по вопросам которые в чате по возможно каким-то покатил по критике которая приходит и тому подобное это очень хороший фидбэк которую я нисколько там не боюсь или не стесняюсь наоборот это мне всегда помогает мне всегда помогает идти двигаться вперед и тем более знаете когда уже все закончил уже как уже все сделано но давайте тогда мы еще раз так пробежимся по всем пунктам и поймем вообще куда мы пришли где мы очутились потому что вот мы с вами бежим 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 с такой скоростью света и и вокруг нас не рушатся мир и компании меняются регуляторы и законодательства нам его сами несёмся вот просто и нужно понимать очень куда мы бежим мы хотим вообще такого создать и сделать зачем нам вообще ну зачем вообще то что то что мы делаем нужно ли вообще это кому-то людям потому что очень много советов прилетает алекс я знаю надо было делать вот так а я по-другому если я начинаю проводить голосование или там опросника так это вообще это поскольку 10 сколько людей столько мнения или действительно столько параллельных вселенной где можно стать успешным либо либо что-то что-то не понимает так сейчас я отключу звуки и так о чем я хочу с вами сегодня поговорить это очень важная тема и я хочу поговорить о том что мы создали для чего мы это создали как мы собираемся на этом на всем зарабатывать как бы что у нас ожидает потому что вы видите у нас последние три месяца практически идут 3 месяца трансформации и конечно с того с чего мы начали и те ожидания и те возможно планы комьюнити которая наших партнеров которые только пошли с нами в самом начале потом кто-то посет присоединился в середине нашего пути многие присоединились уже вот перед самым самым запуском нашей крипто системы все все очень просто сначала конечно мы сделали ставку на коин кроме коина у нас с вами ничего не было просто ничего не было было был просто коин мы понимали что вокруг него нужно выстраивать инфраструктуру мы в это заточились но по факту у нас в только в пробирке наш блокчейн практически игре поправь мне если не прав практически год пролежал да мы экспериментировали мы выпускали коины откатывали их обратно меняли блокчейн но потом нам на нас наезжали регуляторы но было очень такое интересное время вот и возможно где-то мы с вами там немножко не сами еще не осознавали вообще что мы создаем и в видели наш коин видели рост видели крипторынок видели возможность что-то создавать что-то творить но такое четкое кроме как курса коина какого-то представления у нас не было и всем в принципе на рост коина были заточены да я и сам на самом деле потому что большому очень много было черных пятен на карте и приближаясь приближаясь к старту запуску мы я участвовал практически в очень многих конференциях мы покупали доли компании мы смотрели на рынок искали к нему доступ и по факту знаете это это как маленький ребенок идет раз здесь упал здесь обжегся тут тут током ударило вот поэтому и или ты сидишь и учишься на самом деле ты идешь это и из нашего коина с вами получилась не просто какая-то криптовалюта а он преобразовался в целый бизнес и в том что если если охарактеризовать вообще что такое платинкойн это бизнес это мы мы в принципе создали с вами но что-то наподобие крипто apple что-то наподобие крипто amazon а мы с вами действительно научились воссоздавать большие бизнесы с помощью нашей технологии и конечно мы сейчас будем составлять им серьезную конкуренцию потому что ну как вам сказать нету на амазоне ни одной функции бесплатной покупки телевизора понимаете это этого этого функционала всего его просто нету а у нас только есть что бесплатные покупки и понятно что что это все не какие-то выдумки не какие-то сказки байки а это эффект использования нашей технологии просто технология создана так что за счет за счет обработки предложения криптовалюты на рынке за счет нашего из нашей заморозки и за счет наших смарт-контрактов мы смогли создать такую систему что с помощью этого баланса образуется настолько большое преимущество на рынке именно финансовое преимущество ликвидность что мы можем себе позволить или рынок может себе позволить выдавать товары услуги и вообще то что в этом рынке обменивается абсолютно бесплатно опять же как награда за то что эта заморозка происходит за то что мы делаем этот бизнес и я понимаю что почему именно бизнес почему почему именно бизнес мы будем вспомним с вами и не хочу там начинать с адама и евы есть квадрат киосаки да это вот работники наши этого специалисты это бизнес и это наши инвесторы и проблема вся в том что вот все все люди они пытаются вот сюда попасть они хотят быть инвесторами и я вижу что наши комьюнити тоже называет себя инвесторами понятно у нас есть профессиональные инвестора которые действительно зашли там и на 100 и на 200 и на 500 и на миллион и это совсем другая категория людей это абсолютно ну это это люди у которых присутствует аналитический отдел которые ну который профессионально этим занимается так 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 и есть название квалифицированный инвестор люди которые просто люди да просто участники которые пытаются перепрыгнуть например прийти вот сюда с рабочего класса в инвесторат и даже из специалистов они чаще всего напарываются на пирамиды и потом смотрят репортажи по телевидению потому что ну чудес же не бывает и а инвестор это это инвестиционный продукт на это нужны лицензии нужно разрешение от центробанков и тому подобное и очень маленькие компании действительно могут только некоторые компании могут это это предоставить плюс но инвестиции не приносят тех тех денег до тех процентов ну скажем те процентов о которых мечтают люди люди же как они же не хотят зарабатывать за три года миллион они хотят 100 долларов в день иметь а лучше 300 в день и поэтому они начинают бежать с вами голову за призрачными такими вещами мы конечно стартанули с вами в очень тяжелое время когда были хайпы когда были там ну самые наверно сладкие прекрасные проекты которые можно себе представить и люди все грутили крутили нам у виска и говорили да что вы там со своим платинкой у нас там один процент в день капает да мы там уже там машина квартиры сильно покупали третий десятый сейчас совсем в другой реальности люди живут а мы тихим таким шагом идем 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 к своей цели почему мы это делаем почему у нас это получается потому что мы не пошли вот в эту мы по-другому говорим мы придем к этим инвестициям но инвестировать в себя будем что мы делаем мы не говорим что у нас трейдер на биржах и там как у многих проектов которые это не там баснословные деньги делают или там у нас там такой бизнес в корону на земле что просто закачаешься ну и подумай разные легенды мы говорим просто вот смотрите мы выстраиваем бизнес мы не говорим что у нас есть мы говорим что его строим и выстраиваем бизнес инвестируя в себя да мы вот эти инвестиции мы их направляем свой бизнес мы не мы 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 инвестировали конечно и в другие компании все это дело она прогорает вот она она вроде хорошо но там другие генеральные директора там другие там другие участники этого рынка очень часто тайны покрытая мраком и в результате ты как инвестор напарываешься все равно на какие-то грабли или виллы и в результате ты понимаешь что но ну ну не то это но не дают они того много инвестиций сделали и в принципе они все прогорели просто и и в крипто компании войси о мы заходили и в другие криптовалюты и мы заходили в млм компании какие только мы мы всякие пробовали они все их нет ника ну они там какие-то болтаются еще но по факту это это не работает поэтому если кто-то что-то там снаружи говорит что у них там супер мега прибыльный какой-то бизнес который там 300 процентов в год или 500 или там 800 или там тысячу приносят ну это скорее всего легенды мы почему вообще я вот на эту тему начал с вами говорить я хочу чтобы мы поняли что мы с вами занимаемся бизнесом наших наши клиенты и это просто клиенты это как они это не они купили не инвестиционный продукт они не купили акцию компании не купили облигации не купили какие-то но там гарантийные письма или там еще и еще что-то до которые если есть четко понятие что такое финансовый инструмент так вот у нас их нет и никогда не было и криптовалюта финансовым инструментом в данном в нашей конкретной компании не является почему то что нашим продуктом является техническая установка митинг юнит или в данном сейчас ферма или там вместе которые в принципе это технология которая вам выстраивает ваш бизнес она не является инвестиционным инвестиционным продуктом поэтому ждать от него от нее какой-то прибыли вот в классическом виде очень сложно да практически но это это неправильное ожидание почему да конечно она приносит она приносит доход она приносит пассивный доход но в чем она приносит этот же доход в этой же криптовалюте да в данном случае в потенкой и и наша с вами задача сделать так понятно что вот криптовалюта добывается и и клиенты скажут но зачем она мне нужна но она же ну добывай ее и что если не куплю там пирожок молоко или хлеб или машину не купите пока но построив наш бизнес до построив вот эту букву b это наш бизнес мы сможем создать инфраструктуру в которой да например возьмем там платим хера вы сможете реализовывать проекты возьмем там платим делу в котором вы сможете покупать сертификаты в котором там же платим дел 1 на был платим дел 2 мы их сейчас будем разносить по разным по разным доменам это будут разные совсем проект это будет marketplace потом мы можем мы можем сказать смотрите а вы делаете например а coinsbit store да и и мы понимаем что вот этот бизнес который мы создаем он и есть это есть основа для того чтобы коин начал не просто что-то стоит а прям нормально так стоит и на должен понять что нет бизнеса и кое не поможет он не он не будет не иметь такой рост такую ценность если мы не сможем построить наш бизнес и и конечно когда человек считает себя инвестором он не понимает зачем я вообще это все делаю зачем эти плотин хитов зачем эти плотин дел и я же как бы дал 100 евро или там 1000 или 10 да я же я же инвестор а я же объясняю что в вашем понимании возможно вы думаете что вы инвестор но в нашем понимании вы клиент и клиент в к в такой компании как amazon в такой или даже даже если в каком-то переносном смысле это может быть рассмотрено как так это все равно можно при 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 приурочи только к такой компании как как там amazon или apple еще что-то это не это не банковский вклад это не счет в банке под 10 процентов годовых или еще что-то совсем другая другой продукт я хочу просто показать как как это почему я сейчас об этом говорю потому что перед нами стоит с вами стоит прям серьезная задача но мы с мы построили бизнес все мы создали всю инфраструктуру вот все что мы хотели мы сделали и наша сейчас задача нажать на кнопку и его запустить он уже бета-фазы все потом прошел мы мы провели тестирование стресс-тесты мы полностью да мы мы получили отзыв рынка мы понимаем что наш бизнес востребован и наверно это будет один из самых востребованных бизнеса вообще в мире но это нам нужно сейчас да если я говорю о таких компаний как amazon которым игорь ты там больше это знаю практически понадобилось почти 20 10 или 20 лет точно посмотреть чтобы вообще выйти в какие-то зум зум больше восьми лет смотрите алекс меня слышно смотрите у меня есть на самом деле я покопался в непосредственно в сети и например это на самом деле для меня было тоже очень большим открытием уважаемые гости если вы не против могу сейчас пошарить три компании которые вы все прекрасно знаете это акции компании apple это компания волмарт и эта компания нетфликс то есть я уверен что я не знаю все вы если породу убыточный да вроде надо посмотреть на точно такие слухи вот я сейчас хочу показать и самое главное чтобы вы понимали как выход того или иного продукта той или иной компании на рынок сопровождался ожиданиями да то есть как долго люди могли ждать хоть какого-то движения по так открыть в браузере да мы разберем с вами сейчас всю модель потому что александр показать графики этих компаний и чтобы можно было увидеть ну что ж покажем мне даже самому интересно самом деле давай давай хорошо ну вот сейчас увидите непосредственно график компании apple да он пошел в рост двухтысячного нет 2000 с 2000 какой-то год у нас шестой год с восемьдесят первого года с восемьдесят первого года это прямая линия без какого-либо вообще движения с 81 по 2006 год 25 лет это apple да здорово но 25 лет это apple и шла к своему росту давайте посмотрим теперь на другую компанию я не думал на записать 25 лет это вообще красота мы все восхищаемся александр вот когда готовился к вебинару я такой думаю действительно искал статьи в интернете потом зачем эти в интернете можно зайти на график и это apple на nasdaq это полноценный график текущий компании с выхода ее на пенсию ой господи на пенсию на на рынок на бирже с 81 года цена суши но это красота еще до 25 лет и так игорь слышишь меня слышу хорошо хорошо ну слушай ну это вот 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 например типичный пример компании которые делают правду это это бизнес бизнес не строится за год и за три не строится это важно понимать в основном бизнес бизнес окупации начинает плюс-минус там за 8-10 лет ну 10 это наверно уже они нормально окупаются понятно что там в россии немножко по-другому устроят бизнес в странах снг чем там чем в той же америке или в европе но все равно принципы остаются одинаковым если мы возьмем большие концерны и компании но если не ресурсные сырьевые то они примерно так и тоже растут вот например если мы возьмем а вот и волмарт хотим слушай давай покажу запишу да тоже интересно давай и по всем то есть тоже интересная ситуация 73 года тут не 20 лет но тем не менее практически 15 да вот спит за 15 лет пошло какое-то движение и через 20 нашу реальный рост но вот эти вот 15-20 лет кто-то же инвестировал в компанию постоянно если у них не было роста значит у них не было прибыли они значит были убыточной компании и по факту они жили на инвесторский день сколько волмарт но она тоже да не она тоже 20 цари 73 и вот пошел рост в принципе где девяносто на седьмой на не 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 а вот так сказать что они что-то начали делать это какое-то 93 года 90 20 вот 23 года на самом деле друзья ничего ничего удивительного в этом нет любые источники если вы начнете изучать финансовую грамотность и посмотрите на то сколько человеку нужно стать чтобы миллионером есть статистика среднем человеку нужно 20 лет чтобы заработать 1 миллион вот он 20 лет бьется и в принципе вот мы увидим 23 25 это также касается в принципе компании почему потому что компании ведут люди вот и наша задача с вами просто сейчас немножко немножко понять в какую реальность мы вообще попали потому что просто круговорот событий да и корона и падение крипто рынка и изменения нас и регулятор и рынке и новые продукты и вообще опять же опять же много стран да нам приходилось там адаптироваться смотреть что работает что не работает мы мы оказались в принципе во вселенной где мы где мы просто занимаемся где мы выстраиваем с вами бизнес как это работает что что конкретно какую часть бизнеса мы строим бизнес для чего давайте маленьким пример приведу смотрите вот есть например компания amazon до amazon и не знаю посмотри на amazon пока я сприт а делаю походу как раз раз на примере посмотрите на графике сколько amazon понадобилось у амазона как работает вот у него есть продавцы до продавцы у них есть какие-то товары и они хотят их продать им нужны клиенты они придут к amazon и горит уважаемый amazon да и вот тебе наши товары продавай что делает amazon он генерирует огромный бюджет идет к google и танки youtube платит ему какую-то денежку и google и ему пользователей до пользователей ему генерирует эти пользователи идут на amazon оставляют тут свою денежку amazon ведет доставку продукта пользователю точнее не amazon продавец извиняюсь amazon платит продавцу его то что он заработал минус свою комиссию оставляет и вот это бизнес амазона теперь но есть опять же но это бизнес амазона туда войти очень сложно что придумал amazon и вообще другие компании они придумали реферальные программы если реферальные страницы реферальные сайты до на которых вы наверное видели кучу кучу ленинговых страниц где просто включены про включены продукты с амазона что это делают это ребята они закупают трафик на ю тубе у блогеров а на социальных на 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 сошел медиа они закупают там трафик или там на каких-нибудь и в принципе окучивают юзеров да значит так не юзер а пользователи извините опять пользователей этих площадок до этих площадок они пытаются таким образом забрать забрать себе да они инвестируют сюда какую-то прибыль свою вот и что что они от амазона получают получают свой процент все почему они не идут рекламироваться в google потому что они напрямую в google за google рекламу за клики за лиды будут конкурировать самим амазоном это не интересно и вот в принципе вот этот вот реферальная страница вот вот это и есть бизнес который выстраивается вокруг амазона понятно что еще построили не только там с пользователями поставили там службы доставки почтовые сервисы там вокруг этого идут специально там растаможки потому что он доставляет разные страны и и ну по факту если вы хотите зарабатывать с амазоном значит вам нужно какой-то вот такой реферальный сайт открыть или реферальный бизнес или получить лицензию там азона и заниматься в принципе также привлечением пользователей до продажи товара теперь вот и вот это и есть вот вот да amazon это это индустрия это индустрия как которая стоит там миллиарды долларов и все кто хочет заниматься бизнесом они вот примерно нацелены на красный кружок rs теперь как например что почему я вам это рассказываю я хочу понять что вы поняли какой бизнес у вас в руках что не инвестициях речь у нас о бизнесе и и просто я хочу чтобы мы понятным возможно языком один раз проговорили это тем более мы сейчас пойдем с вами серьезное плавание с серьезными площадками я давайте на я могу на любой площадке в принципе давайте на плотин деле приведу это ближе к amazon вот плотин дел вот у нас плотин дел что это за площадка мы сейчас она еще не доработана до конца но вот мы сейчас буквально сегодня останавливаем на ней тест на немецкоязычном рынке мы все тестировали и начинаем внедрять мы подготовили почему тесты мы просто дорабатывали наш модуль для мерчантов это значит что так же как на амазоне каждый человек может внедряться в плотин дел получать там свою ячеечку свой личный кабинет и предлагать уже свои товары свои сертификаты и тому подобное мы строим амазон чтобы вы понимали мы строим просто мозгу строим круче амазоны в чем эта противизна будет заключаться вот у нас тоже есть продавцы это автосалоны это это там это отели это магазины это хоть что эти же самые продавцы с амазона они придут к нам потому что там у них жуткая конкуренция а у нас них просто это как открытие америки вот они сейчас придут и они просто там сотни тысяч клиентов будут покорять только потому что они одни общем этом пространстве вот они точно так же говорят уважаемый плотин дел у нас есть продукты сертификаты подарки что хотите давайте ищите пользователей что делаем мы мы говорим хорошо а у нас мы не пойдем гуглу но у нас своя реферальная программа у нас есть свои реферальная программа и через эту реферальную программу мы ищем пользователей мы ищем пользователей и теперь очень важно что это программа она у нас есть не в плотин деле она у нас вообще в нашей криптосистеме есть потому что google это он же тоже не принадлежит да если мы посмотрим то вот этот вот google вот он он же тоже не принадлежит amazon они просто пользуются этот своего рода их реферальная программа вот и по факту наша реферальная программа заменяет поисковые поисковые страницы и тому подобное и теперь происходит то что мы сейчас с вами создаем мы с вами подключаем сюда давайте назовем его блок чейн бизнес да блок чейн блок чейн бизнес и по факту мысла точнее вы вы занимаетесь блокчейн бизнесом вы подключили ваш блокчейн бизнес к платен deal и подключаете ваш блокчейн бизнес к в реферальной программе, а дальше все идет по тому же сценарию. Реферальная программа, все, кто участвует в реферальной программе, они, соответственно, по всему миру, в самую отдаленную деревушку Индии, они показывают платин-дил и показывают на ней товары и услуги, которые на ней предлагаются. Понятно, что мы сейчас в стадии разработки, но я вам показываю просто модель, которую мы с вами создаем. Теперь эти пользователи должны купить эти товары, но так как у нас особая технология, мы работаем с технологией блокчейн. Что это значит? Значит, эти пользователи должны иметь криптовалюту, сейчас просто без имени, просто говорим криптовалюту, которая работает на технологии, вот здесь я вам объясню, на технологии блокчейн. блокчейн. Они получают эту криптовалюту каким-то образом, мы сейчас не вдаемся в подробности. И очень важно, что они эту криптовалюту, вот они эту криптовалюту, сейчас я возьму другую, соответственно, так же, как и те пользователи, вот возьмем назад, возьмем назад, вот она, вот она пошла линия, вот она пошла линия, видите, только она тут без криптовалюты, она идет напрямую, да, доллар туда летит напрямую, а у нас же чуть-чуть по-другому, мы же должны отличаться. И мы говорим, что мы на эту криптовалюту просто делаем смарт-контракт на один год, на один год мы эту криптовалюту просто замораживаем вот так вот в блокчейне, мы ее никуда не пускаем. И просто вот смарт-контрактом у нас как бы мнимая линия происходит, что вон туда она должна пойти. И за счет этого, что делает блокчейн? Блокчейн говорит, раз ты это сделала, ставим тебе галочку, ставим тебе галочку, и он прорисовывает блокчейн, вот он, всю эту линию, и оплачивает, оплачивает вместо пользователя этот товар. Как только этот товар был оплачен, все, соответственно, полетел товар пользователю, полетел, потому что он получил, отгрузка произошла. А платин-дил, соответственно, вознаграждает продавца, там в еврах или PLC, там неважно, надо будет посмотреть, несмотря какой у него договор, да, договор, минус свой процент. В платин-диле, Игорь, под Саби, мне кажется, там сколько-нибудь, там 10%, да? Вот. Все. Та же самая модель, абсолютно та же самая модель. Просто разница в том, что блокчейн, вот этот год, хранит монеты, вот, хранит их, и когда год проходит, он их пользователю возвращает. Получается, что пользователь получил товар бесплатно. И вот в чем разница нас, вот, вот Амазон полностью разложен по полочкам, а вот мы полностью разложены по полочкам. Так вот, тот бизнес, который у вас в руках, это вот этот вот, это вот блокчейн-бизнес, вот он ваш бизнес. В чем он заключается? Первое, он заключается, чтобы вы могли, первое, чтобы вы производили монеты для блокчейна, которые, в которые вы можете заморозить. В блокчейне же нет изначально монет. Их же не было. Их создали пользователи. Их бизнес, это вот их ячейка, это их компания, это их дэшборд, это их ферма, это их ментинг-юнит, это их блокчейн-места, наши продукты, они не инвестиционные. Это бизнес. И в этом вся фишка. Понятно, что мы не родились такими, но мы такими стали. Со временем просто все встало на свои места, и, знаете, из гадкого утенка получился красивый лебедь. И вот мы стали красивым лебедем, у которого есть бизнес, задача которого – производить коины для рынка. В чем бизнес? Вы же их не просто бесплатно даете, продаете рынку. Начинаются взаиморасчеты. И на самом деле вот здесь вот прибыль. И самое важное тоже – это, вот она красная стрелочка, первое – это производить монеты для рынка. И второе – это участвовать в реферальной программе с целью объяснения вот этим вот пользователям. Они же ничего не понимают. Вот эти вот пользователи, вот они пришли, они же не понимают, что делать. И реферальная программа нацелена на то, чтобы объяснить пользователю, смотри, дружище, тебе вот нужно просто, вот оно, вот заморозить надо. Все заморозить. Человек замораживает. И, в принципе, вся модель начинает работать. Блокчейн-бизнес заключается в том, чтобы производить монеты для рынка и участвовать в реферальной программе с целью объяснения пользователям, что вообще делать надо. Потому что технологии, на самом деле, достаточно сложные. Вы сами это увидели за них, да? Надо скачать кошельки. Ну, хорошо, да, будут скачать. Позаботиться о своей безопасности. Приватные ключи какие-то, там, хэши и тому подобное, да? Это... Так, я скачал, но он мне уже не нужен. Вот. И вот этот, вот эта бизнес-модель маленько, может, криво нарисована. Я сделаю из этого слайд. Вот вопрос просто в чат. Все ли понятно? Понятно, в чем бизнес. Бизнес, в принципе, мы вот как... Вот здесь как РС, как реферальная страница, мы, в принципе, точно так же сделали технологию, которая просто, она, ну, она прикрепляется к существующей индустрии, потому что платин-дил – это индустрия. И она... И она будет развиваться. Миллиард, наоборот, и вы, может быть, уверены, что платин-дил – это следующий амазон. А даже... и даже больше. Потому что понятно, что амазон – американская компания, 3-я десятая. Ну, во-первых, ему 25 лет понадобилось. Ну, хорошо, нет. Игорь, кстати, я тут говорю так голословно, амазону понадобилось 20 лет. Покажи график, сколько им понадобилось. Есть у тебя информация? Да, конечно, все готово. Сейчас секундочку покажу. Вот, интересно, тоже. Чтобы уж точно, а то у меня все время плюс-минус... Плюс-минус, я как округлю на 10 лет, и все. Так, амазон. А это экономическое образование. Когда ты в миллионах считаешь, или в миллиардах, то округлить там на десяточку и на соточку – это вообще... Так что все претензии. Вот если мы посмотрим абсолютно весь график, да, то есть по всем. Да. То есть вот с 98-го года, с 97-го, да, с 97-го. Да, с 97-го года мы, получается, и шли 13 лет, считай, вообще ноль, да, то есть на месте. И только лишь, ну, я бы сказал, что в 15-м году... Ну, вот до сюда, да, прощем. Ну, да. Ну, там уже сильный рост пошел, вот где-то вот здесь, да, он шел вниз и потом полетел. Да, ну и сколько это, сколько это, 14-й год, 98-й год, 2014-й, ёлки-палки. Сколько это лет? Да, это 97-й, 3-й плюс 14-й, 17 лет, Алекс. 17 лет? 17 лет. А мне все время говорят, Алекс, что так медленно? Что так медленно, я не понял. Так что, друзья, я просто вам говорю, что то, что мы с вами делаем, вот эти ребята, мы туда смотрим, мы туда смотрим. Возьмем сейчас, давай реально посмотрим биток. Вот открой еще биток, потому что все-таки есть крипта, да, все-таки есть, и этот рынок. Давайте посмотрим реально биткоин. Ну, ну что, это первый, да, это первый. Вот. Так, а здесь это на Binance, надо поискать не на Binance. На CoinMarketCap'е, на Binance не было еще тогда. Ну да. Вот, я, так, ты пока ищешь, я пока посмотрю в чате, друзья. Вот, я понятно, плюс-минус объяснил бизнес-модель. Вот, смотрите, вот первый, вот, я очень рад, что вы начали понимать. Ой, спасибо большое. Я, вот видите, понятно. И мне, мне очень важно, чтобы люди понимали. Друзья, забудьте вы про инвестиции, мы еще не доросли до инвесторов. Те, кто, те, кто профессиональные инвесторы, они знают, что они инвесторы, они никому ничего не говорят. Все эти инвестиции, все это желание, быстро-быстро, вот, 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 давай посмотрим. Вот он, 2008-го, да, нам, вот, просто даже до 2018-го. Это первый был скачок. Ну, я думаю, что по факту можно считать до 20-го, вот где вторая просадка нормальная, вот эта просадка. Вот, вот здесь он начал, вот это, вот это, вот это звездный час биткоин. 10 лет. Больше. 2008-й до 2020-й. 12-й получается. Ну, 13 практически. Вот, значит, биткоин, просто, биткоин, это, ну, пусть, пусть округлим вниз, 12 лет. 12 лет, так это биток. И то у него нету своего платин-дила, у него нет своего Amazon. У него, а мы, это только я на одном примере, а если я буду вам рассказывать про платин-хира, там вообще в шок можно выпасть, что можно сделать. И почему именно бизнес? Схему надо нарисовать для обучения партнеров. Я все набересую, я вам сделаю такие схемы, вы обалдеете. И опять же, понимаете, в чем дело? Нам что нам удалось? Нам удалось не построить пирамиду. Вы поймите, это настолько, ну, нам повезло, что мы запустили крипту, и все другие упали, потому что они все превратились в пирамиду. Я могу графиков тут нарисовать, ну, показать примеров, которые улетают там в один цент и тому подобное, вы сами их все знаете. И вот это тот момент, что не превращаться в пирамиду, потому что в конце концов все боятся этого слова как огня, особенно сейчас вам все новости. Это очень важный момент, что именно с модели, с экономической модели сделать такую вещь, которая действительно превратится в бизнес, а не уйдет в какой-нибудь мифический финансовый продукт, и нам не придется обещать людям 1% в день. Я изначально сказал, что этого никогда не будет. 30% уже было слишком жестко. А мне говорили, да ты что, когда с такими 3% шансов нет? Ну, хорошо. И где все, и где мы? Никого нет, а мы есть. И мы только начинаем. Наша сейчас звездный час только наступает сейчас. Сейчас мир одумался, его сейчас протрясло. Все поняли, что вероятности там никакой, нигде. Ну, заскочишь ты куда-то, не выскочить. Без вариантов, но не выскочить. Все думают, они счастливчики. Это не так. Это не так. Поэтому счастливчик, если ты туда не заскочил, вот тогда ты действительно счастливчик. И здесь очень важно понимать, почему мы это делаем. Да потому что бизнесом можно управлять. Бизнес можно контролировать. Бизнес не превращается в пирамиду. В этом невозможно из Эппла сделать пирамиду. Невозможно из Амазона сделать пирамиду. Невозможно. Как ты ее сделаешь? И вот в этом направлении мы идем. Мы делаем вот сейчас четкий бизнес, друзья. Каждый, кто в платинкойне, он бизнесмен. Хочет он этого? Не хочет. И здесь очень важно, что каждый человек для себя решает. Остаюсь я просто производителем коинов для рынка, или я действительно начинаю там производить какие-то рекламные действия и начинаю участвовать в какой-то реферальной программе. Люди боятся этого как огня. Я их прекрасно понимаю. Но что, Гуглу платить? Но Гугл заберет у нас больше. Ну хорошо, даже если бы мы платили Гуглу, так он не берет нас. Он ни один криптопроект в принципе и не взял. Или Ютуб, или Фейсбук. Но там же полностью монополия и контроль. А если бы мы там рекламирулись, уже бы сек был американский у нас дома. Хотя он и так, он несколько раз уже приходил. Но это не важно. Самая главная задача, что наши пользователи должны понять, никаких инвесторов у нас нет. И возможно даже хватит себя так называть. Давайте не будем иллюзию какую-то делать. У нас нет финансового продукта. У нас выбор какой. Или мы запустим наш бизнес, и тогда у нас будет просто все в шоколаде. Или наш бизнес не запустится, тогда бизнеса не будет. И наша задача с вами сейчас это осознать. Почему? У нас сейчас самый решающий рывок. Мы все сделали. Посмотрите, у нас же вся эта инфраструктура есть. А это только одна инфраструктура. У нас таких инфраструктур как минимум четыре. И еще несколько готовится. И в этом вся фишка. И наша задача сейчас, наш блокчейн-бизнес просто запустить. В этом все преимущество. Спасибо. Ну, миллиардерами посмотрим. Ну вот то, что финансовую свободу можно с этим заработать, серьезно. Это однозначно. Вот. Поэтому, так. Ну, я думаю, что немножко я показал, как это все делается. А теперь, например, реферальная программа. Вы должны понимать, что такое реферальная программа. Наша реферальная программа, она построена не на жестком. У нас же нет бинара. У нас нет жесткой такой жесткой сетевухи или еще что-то. У нас реферальная программа, которая настроена на то, чтобы человек... Понимаете, у нас... Вот все думают, что мы там сетевая компания, еще что-то. У нас рефералов, ну, как у нас сетевых лидеров, меньше 2%. 2%. Обычно сетевая компания состоит из 60-80% сетевых лидеров. Это те, которые дублицируют, дублицируют, дублицируют. В Америке, вообще в Европе заставляют компании иметь как минимум 50% клиентов, потому что клиентов вообще не остается. И сворачивать эту всю вещь в том, что разделить хотя бы там 60 на 40. 60 клиентов, а 40 только... И вот они там потом меняют, начинают планы и тому подобное. У нас 2%. Ну, это... Называть на сетевую компанию это вообще не серьезно. И это наша сила. Потому что у нас, в принципе, такая хорошая, серьезная сеть, с которой мы можем построить сейчас франшизу. Это вот, в принципе, франшиза. Немножко такая исковерканная модель. Ну, как исковерканная, в принципе, такая технологически навороченная модель. Но, в принципе, ваша ферма, ваш дэшборд – это, в принципе, полномасштабная франшиза для вот этой всей индустрии. Причем, что практически нету никаких проблем со входом. Это не то, что нужно там открыть. Вот чтобы вы понимали. Чтобы открыть вот это, да, РС, нужно создать сайт, нужно запастись рекламным трафиком, нужно вот сюда проинвестировать. Вы думаете, YouTube, блогеры и Facebook, ну, сделайте как-нибудь рекламу на 1000 долларов и посмотрите, он Андрей, профессионал в этом. С 1000 долларов, если... Возврат очень, очень может быть неоднозначный. Здесь нужно серьезные вложения. Прямо серьезные. Ну, тут с 50 тысяч и выше, если вы хотите действительно, да, начинать. Потому что трафик сейчас очень дорогой. Плюс ты хочешь, не хочешь, начинаешь. И это я говорю не про рублей, да, не про рублей, а про доллары. Ну, хорошо, если у вас очень большой онлайн-опыт, ну, возможно, там 10-15 хватит, чтобы стартануть. Но, опять же, есть только в это. Но это сейчас неважно. Я просто говорю о том, что здесь очень высокий порог входа. У нас порога входа вообще нет. Человек может прийти и за счет реферальной программы с нуля без... Даже у нас есть вещи, как подарочный продукт дарили, они становились там чуть ли не звездами. Вот. Порога входа практически нет. Никаких таких особых, какие-то суперсерьезных рисков тоже нет. Да, понятно, риск присутствует. И за счет блокчейна, за счет криптовалюты, все равно, да, это стартап технологический и это бизнес. В бизнесе всегда присутствует риск. Нет такого бизнеса, у которого нет риска. Его просто нет. Я не знаю, может, вы знаете. Я нет. Но если знаете, напишите в чат. Бизнес, у которого нет рисков. Вот. И по факту мы с вами сейчас создаем бизнес-структуру, где каждый человек может с нуля просто прийти, скачать два приложения и запустить свой бизнес. Давайте вот я вам просто маленький пример. Раз уж мы ударились сегодня в примеры. Вот смотрите, представьте, вы... Вот мы сказали там страничка. Да, вот давайте на этом примере и останемся. Вот вы, например, берете и делаете, например, вашу вот страничку РС. Вот она РС. Так, Игорь, единственное, ты за временем следи у меня. Вот ваша реферальная страница, которую вы хотите сделать на Амазоне. И вы, вот первый, вы говорите, давайте я, так как я не уверен еще, что буду, что смогу этот бизнес делать, да, сильные инвестиции делать не буду, я размещу, просто возьму какой-нибудь простой CMS, простой движок, там, WordPress или еще что-нибудь, и установлю автоматический плагин и размещу там, не знаю, там, несколько продуктов, там, чего-нибудь. И я скажу, что я буду работать один день в неделю, например, в пятницу, пятница, и я буду работать по два часа в этот день. И буду обслуживать эту страницу по два часа. Все, вы примерно понимаете, что порог входа очень низкий, вы работаете один день, по два часа, в пятницу, там, после работы, и, в принципе, вот ваш, вы начинаете бизнес, потому что вы боитесь и, в принципе, еще не уверены, что и будет. Все, от первого дня вы, в принципе, ничего не ожидаете, это только вы, вот вы, только вы. И вы смотрите, делаете какие-то собственные закупки, и, в принципе, все нравится, все хорошо. Да, теперь у вас день открытия, например, да, это вот, это, это вот у нас будет первая пятница. Давайте вот здесь это зачеркнем, там, два часа мы здесь вот сделаем. А это будет первая пятница. Во вторую пятницу вы говорите, хорошо, я позову там своих друзей, потому что, ну, строго по приглашениям, я покажу им свой веб-сайт, загружу первые продукты, пусть они сделают у меня первую, первую закупочку. Все, пригласили пятерых друзей, они сделали закупку, ваши все администраторы смотрят на это, как они делают, максимальный суппорт оказывают, ну, все, пять человек, это же несложно обслужить, а вам нужно, вам что-то нужно. Все, они сделали ваши, ваши закупки тестовые, оставили вам положительный фидбэк, сказали, слушай, дружище, ну, классный у тебя магазин и тому подобное. На третью пятницу мы разрешаем, разрешаем, да, мы добавляем еще немножко продуктов в наш магазин, и эти пять приглашают снова ПК. Да, это такое рекомендательное, ну, по рекомендациям. Это работает в ресторанах, это работает в спа-салонах, на массажах, где хотите, да, это везде работает. Все, 25 человек. Все, вы 25 человек пригласили, понятно, вам нужен продукт, добавили еще на свою страницу там всяких прикольных штук, там, айфонов каких-нибудь, там, еще что-нибудь, ну, 25 человек, у них уже ассортимент нужен. Все, точно так же их обслужили, точно так же они оставили какие-то денежки, они довольны, и вы уже понимаете, куда это все идет. В принципе, там, на пятую неделю или там еще что-то у вас уже будет около трех, больше трех тысяч, больше трех тысяч человек на сайте. Понятно, что одним днем вы не обойдетесь, вы будете уже работать и во вторник, и в среду, и в четверг. Но опять же, я просто показываю, как работает простой бизнес. Все думают, что бизнес, думаю, работает по-другому. Да нет, все стартапы так запускаются. Я столько стартапов запустил. Стартаперы что делают? Первые деньги вообще у родственников берут, у друзей, у родителей. Потом показывают своему какому-нибудь ближнему окружению. И пошло, и пошло, и ехало. Это все, пока они до этого инвестора дойдут. У них уже там, вот вы, понимаете, к инвестору, когда приходишь, я поделюсь с вами, они же как? Они же говорят, а сколько твоя компания приносит денег? Говорят, ну, блин, вот так, так. Они умножают этот фактор на пять, ну, максимум на десять. И говорят, ну, вот, от тридцати до пятидесяти, до шестидесяти процентов. И стартапер сидит и думает, елки-палки, как так-то, блин? А если он там приносит ему десять тысяч в месяц? Ну, сто двадцать. Ну, хорошо. Умножить на пять, пусть дать на десять. Он должен ему пятьсот там тысяч, да, там, миллион ему дать. Что он с миллионом сделает? За миллион отдаст 30-50 процентов своей компании. Вот в каком мире крутится бизнес. А у нас, в принципе, посмотрите, у нас же то же самое все построено. И потом, конечно, когда у него будет три тысячи пользователей, плюс-минус уже пойдет какой-то трафик, он начнет, понятно, где-то там, он начнет инвестировать в себя, у него здесь появятся какие-то деньги, он начнет уже оплачивать там блогеров и тому подобное, и тому подобное, и все. И у нас, но, но, с этими тремя тысячами человек, он никогда не построит миллионный бизнес, нет вариантов. Ну, нет вариантов, что к тебе придет три тысячи клиентов и построит тебе, и построит тебе миллионный бизнес. Нет, ну, я не знаю, какие там чеки должны быть. Разделите миллион на три тысячи. Если мы возьмем нашу реферальную программу, то у нас сейчас, я не знаю, Игорь там объяснит, не объяснит, у нас есть сейчас построено, у нас есть стар бонус, который вот мы сейчас запустили, и у нас есть Diamond Infinity бонус, и у нас есть Team бонус. Вот эти три бонуса, если вы из выстроите, точно так же пять линий, вот как простой человек, простой стартапер, то это плюс-минус, ну, не хочу рисовать миллион, но это большие числа. Это прям большие числа. И мы сейчас на самом деле начинаем, начинаем внедрять именно эти бонусы, понимаете, а это только час бизнеса, это реферальная программа. Поэтому с ней нужно разобраться, посмотреть, потому что она ничем не отличается от нормального бизнеса, как бы кто к этому не относился. И опять же, это же не обязаловка. У нас же есть еще простое производство монет для рынка. Да вообще делать ничего не надо. Кнопку нажимай, и все, раз в месяц. Просто кнопку нажал, взял, пошел, отдал. Кнопку нажал, пошел, отдал. Если мало производится, докладывай, добирай. Он сейчас на бирже, там, сегодня биржи пооткрывались, там курс любо-дорого, забирай, не хочу. В этом-то вся прелесть. Ну вот, мне пишет человек, снова вебинар ни о чем, столько воды, как будто лишь бы. Ну, уважаемый Дефр, давайте Дефр. Я хочу объяснить, что вся информация же она есть. Ну что, у нас уже все продукты онлайн. Заходите, пользуйтесь, смотрите, как все работает. Ну, что мне распинаться и показывать, как что работает, когда у нас есть куча туториалсов, у нас есть куча вебинаров. И, в принципе, у нас же все понятно. Наша задача сейчас, чтобы люди поняли, что вообще мы делаем, где они находятся, как они на этом все могут заработать и какие у них есть перспективы. Потому что, если заниматься бизнесом, нужно же понимать, что ты делаешь, что ты производишь, в чем вообще твое преимущество. Так вот, я просто здесь не закончил. Теперь, раз это бизнес, какое самое главное правило у бизнеса? Как бизнесу заработать денег? Вот как его заработать? А все просто. У бизнеса есть помощник. Это польза. Для чего бизнес должен? Почему? Для чего бизнес вообще делается? Для чего? Ради денег. Ради чего? Ради славы. Ради чего? Ради чего? Или экономика. Вот экономика в стране. Для чего она делается? Она же для чего-то создавалась. И если мы начнем разбирать все названия, и значения, мы придем к одному простому понятию, что экономика создавалась для того, чтобы общество могло выживать и, в принципе, чтобы общество было хорошо. Да, есть развитые экономики, там общество хорошо, есть неразвитые, там плохо. Почему в неразвитых экономиках так плохо жить, такой низкий уровень жизни? Потому что общество, оно не получает блага, именно не работает экономика достаточно хорошо на благо общества. И самая важная вещь в экономике, это, конечно же, может, не самая главная, но одна из самых главнейших – это бизнес составляющая. Бизнес приносит инновации, бизнес приносит налоги, бизнес строит, бизнес создает, созидает, бизнес делает, в принципе, все. Понятно, что есть разные гранты, есть государственные программы, есть заказы, третье-десятое, но, в принципе, бизнес может спокойно работать и без государства. Да, вот если завтра все политики не выйдут на работу, ничего ни в одной стране не случится. А вот если завтра бизнес закроется на месяц, все в стране, но страну можно закрывать. Вот сейчас происходит, что, почему такой кризис? Бизнес на локдаун уходит, и все. Люди теряют работу, люди третье-десятое. А если там вдруг месяц не выйдут, если они сами там что-нибудь не устроят, в принципе, ни один нормальный человек не заметит даже, что кто-то там… Я уверен, что никто не говорит так, вышел там такой-то депутат на работу или не вышел. Да мы знать не знаем, может, они там все не ходят. Мы же вообще не разбираемся в этом. Я просто говорю, опять же, без критики, без всего. Я просто говорю, мир, как он и экономика устроена. И почему мы делаем ставку не на инвестиции, а на бизнес? Да потому что инвестиции, они тоже построены на бизнес. Практически инвестиции, они должны инвестироваться в бизнес. Кто бы что там ни рассказывал, трейдеры или бизнес на земле или еще что-то, они все инвестиции опираются или пытаются опереться где-то на бизнес. Или на торговлю, или ничего на что-то, что тоже есть бизнес. Так вот, может быть, немножко я запутанно говорю, но я просто хочу донести одну мысль, что бизнес несет пользу. И чем больше пользы он приносит, тем больше денег он зарабатывает. Чем удобнее iPhone, тем больше с ним можно дольше говорить, тем меньше не разряжается батарейка, тем лучше камера, тем лучше картинки, чем больше там приложений и тому подобное, и тому подобное, тем наушники без проводов, наушники, которые убирают шум, и чем больше он приносит пользу, тем больше бизнес зарабатывает денег. И вот именно для этого мы построили нашу площадку Platin Hero. Для чего нужна площадка Platin Hero? У нее одна цель – нести пользу. Пользу нести стартапам, real estate, charity, спасать жизни, строить, создавать, созидать, да что хотите. И я следующий пример, у меня никакого времени не осталось, на 20 минут осталось. Я хочу следующий пример вам показать в следующем вебинаре или там как-нибудь на видео запишу. Platin Hero – так это вообще, вот если вот вам это понравилось, вот если вы поняли, в чем бизнес, где, тогда где деньги, то с Platin Hero оно вообще сведет о суммах, потому что там целая вселенная. И здесь, здесь, если в Platin Dilt в принципе механическое, заморозил, отправил, заморозил, отправил, заморозил, отправил, тебе потом разморозилось, ты снова заморозил, снова тебе начали посылки приходить, то здесь это, конечно, вселенная связана с эмоциями, связана с людьми, с судьбами, со странами. Мы даже умудрились розыгрыш туда забабахать. Это вот на Platin Hero вообще все возможно. И это очень классная вещь, потому что именно сейчас, когда мы начинаем разбирать такие модели, вот она ваш бизнес, а вокруг него Platin Hero, Platin Deal, вокруг него будут строить, да, вокруг него PLC, он тоже бизнес, там на самом деле реферальная программа, да, встроена. Мы все равно доделаем и дебет-карты, и пост-терминалы, мы их доделаем, они хотя еще находятся и в стадии, в стадии разработки, да, пилотных проектов, к сожалению, корона нам попортила многое, потому что просто в этих стадиях есть вещи, которые от нас не зависят. Вот хочешь не хочешь, но не зависят от нас, да, и с этим, да, или там Coinsbit Store, Coinsbit Store, ну и другие, да, мы пока не афишируем некоторые площадки. И вот чем больше приносят пользы вот эти вот все вещи, тем выше наш бизнес. Так, все, в принципе, я думаю, что на этом, на этом я, может быть, даже... Алекс. Да. Да, Игорь, что-то у тебя шумно. Да, прошу прощения. Отличный вебинар. Смотри, Алекс, у нас через 15 минут начинается немецкий, поэтому, если ты хочешь, можешь ответить на вопрос. Я считаю, что раскрыта тема на 158%. Мы, да, вы, если кому-то непонятно, просто возьмите в записи, пересмотрите, наверное, вы вошли не в сам, не сразу, а чуть позже, и не захватили полностью то, что я объяснял. Я просто хочу сказать о том, что мы с вами строим сейчас бизнес, и наша задача, мы его уже доделали. У нас все площадки есть, понятно, где-то там модуля не хватает, где-то еще что-то. Мы допилим это все до конца года. Все равно, так или иначе. Мы сейчас концентрируемся на тех вещах, которые не просто работают, а работают на ура. Но, опять же, нам не нужны все функции, которые есть в нашей криптосистеме. Мы сейчас их будем одну за другой запускать и потом подкреплять следующий, 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 следующий. Поэтому я надеюсь, что большинству, я не знаю, напишите в чат, напишите в чат, кто понял, кому понравилось, чтобы какой-то фидбэк, потому что я, может быть, неординарный сейчас такой, неоднозначный вебинар, сделал. Я показал вам суть, к чему я иду, как это вообще строится, на что опираться, где деньги, почему это настолько стабильно, почему именно я могу сравнивать себя с Амазоном, пусть даже 20 лет назад, но я могу это делать. И что нас ждет в будущем, куда строится. Понимаете, у нас так круто, как мы просто работаем на блокчейне, а в принципе мы копируем существующие модели, нам придумывать даже ничего не надо. Амазон все для нас придумал. Что нам придумывать с платим делем? Группон, Амазон, и еще одна там площадка, которую мы хотим интегрировать, не буду сейчас называть ее имя. Они уже все, они уже все сделали. Да, они все сделали. Такие, как, например, Kickstarter, GoFundMe или еще что-то, они тоже уже все сделали. В мире краудфандинга или charity все уже придумано. Ну что тут изобретать? В мире криптовалюты тоже придумали все уже. Нам не надо ничего, мы идем следом. Понимаете, мы хотя идем, мы хотя идем за всеми сзади, но мы первые. Потому что мы настолько это комбинируем, что все остальные просто смотрят. И я думаю, что не поймут, что происходит. Мы убедим людей, что нужно инвестировать в себя, что нужно инвестировать в свои потребности, что нужно перестать тратить деньги. Нужно начинать их грамотно откладывать. Хотите быть инвестором? Так инвестируйте в себя. Не платите за булочку, не платите за кофе. Себе положите в копилку. Положите себе в карман, зашейте его и не доставайте оттуда деньги. А получайте все бесплатно. Надо учиться по-другому. И самое главное, что это не просто какая-то там сказка. Мы создали такую технологию, с ума сойти. Создали такую технологию, которая реально это делает. Вот и все. Нам осталось только поменять наше сознание. Нам нужно чуть-чуть переосмыслить. Мы привыкли тратить деньги. Нам нравится тратить деньги. Даже тех, которых нет. Нет денег, надо кредит взять. Недостаточно кредита, надо два взять. Понимаете, это человеческая психология. А мы должны это тоже переучиться. И наша технология, а человека переучить сложно. Наша технология просто говорит, ну не можешь ты по-другому. Вот возьми и нажми кнопку, и заморозь. А когда заморозишь, разморозится. И он сидит, думает, заморозить, не заморозить, заморозить, не заморозить. Ладно, да, попробуй. Хоп, и заморозил. И потом, даже если вдруг какая-то тема подворачивается, ему хочется выскочить, а он не может, потому что все заморожено. Потом, когда размораживается, он уже успокоился, он уже увидел рост, он увидел уже хорошее, хорошее, благоприятное состояние на рынке. И все спокойно. В этом, да, в этом вся фишка. Хорошо, друзья. Спасибо большое вам, спасибо за внимание. Я надеюсь, да, вот все понятно, все ясно. Благодарим, обучение доступное для новичков. Меняемся знания, снова технологии. Однозначно, друзья. Надо просто... Люди научить делать бизнес на этом. И все. Все, в принципе, хотят, не против бы открыть какой-то бизнес. Но потом думают, елки-палки, сколько всего надо. Бумажек, стартовый капитал. Риски. А здесь, что два приложения скачал на приложение, подключил к блокчейн, нажал кнопку, все полетело. Вот биобизнес. И производить для рынка, который без тебя работает. Придешь ты, не придешь, рынку-то не важно. Он так работает. Спасибо большое. Все, я на сегодня закончил. Всем большое спасибо. До следующего вебинара. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok